всем привет очередные фильтрованные новости значит то на что я обратил свое внимание по очереди первое значит такой небольшой набивший оскомин чемпионат мира к чему сводятся все передачи которые сейчас идут о чемпионате мира вот если посмотреть проанализировать не не о футболе о том как у нас офигенно какая офигенная у нас страна все пресс-конференции все интервью на улицах все вот эти вот все что нам показывают все сводится к одному у нас охеренная страна и вы иностранцы суки должны это нам подтвердить как вы относитесь к русским как вам русские ну как вам чемпионат ну как у нас здорово мы же офигенной мы же не страшно и да мы же классный и и вот все сводится только к одному пиару ну наверное это хорошо но вы забываете что смотрим то это только мы мы русские должны смотреть и гордиться сами собой какие мы охеренные ну ладно это такая это это даже не новость это не обсуждение это просто к небольшое замечание заметка небольшая которую прямо сейчас буквально не бросилась глаза самая главная новость значит совете федерации праздник сегодня значит освободили сенатора который приступил к своей работе освободили он сидел во франции 8 месяцев но он как бы не сидел он там задержали у в ницце по подозрению в коррупции в отмывании денег и в паку в покупке в покупке в попытках купить нелегально недвижимость на 400 с лишним миллионов долларов это сенатор какой-то сулеман там сулеманов что ли ну там сбор спустился какой-то видимо олигарх и я не стал даже вникать лезть в интернет кто это такой мне насрать абсолютно я даже не знал что есть такой сенатор но вы можете более абсурдную ситуацию себе представить человек сенатор сенатор 8 месяцев он находился под следствием сейчас его оправдали и перевели в разряд свидетелей причем каких-то каких-то ближних свидетелей шулька эта формулировка такая ну короче которую прям вот ты прям сука это означает ты сука низом ушел ну ты отмазался естественно ты дал немерено бабок и ты отмазался и теперь ты перешел в ранг свидетелей восемь месяцев он не приступал к работе он не имел права работать как сенатор руководить нашей страной и теперь он вернулся и что вы думаете его заклеймили или он с позором там написал заявление об уходе как делают обычно в цивилизованных странах то нихера подобного матвиенко поприветствовала его и все его аплодировали все радостно аплодировали и радостно его встретили и все очень рады что очередной вор отмазался от тюрьмы пришел обратно более печально на работ зрелище трудно даже себе представить как бы уже даже и и скучно даже уже говорить о том что у нас воры что у нас все воры об этом уже депутаты говорят какой-то депутатов какого-то там законодательного собрания там сказал и мне забросали личку у меня уже два дня висит на стене а мне вот с утра сегодня 20 где-то сообщение пришло вот скидывает вот этого посмотри посмотри хоть один сказал правду посмотри хоть один ска да хер ли толку чё толку что он сказал правду ничего не поменяется в общем такой ничего такого нового и последняя новость значит у нас день металлурга и я как бы даже являюсь металлургом и пенсионером и я героически заработал горячий стаж а у нас на металлургическом комбинате но и у нас у всех представление что металлургии это те кто сталь варят но не обязательно я варил олово я покрывал им консервную жизнь и заработал горячий стаж и героически мне дали за это пенсию в 7000 рублей так что можете меня поздравить я имею ввиду с этим праздником из пенсии тоже и вот я сейчас опять смотрю в новостях значит показывают наших сталеваров и вот это байду который я с детства 70-х годов все это слышал что каждый это вот там у нас на комбинате сейчас про новокузнец говорили но на комбинате у нас комбинат тоже сам магнитогорский каждый второй танк каждый третий снаряд был выплавлен вы был выпущен мы гордимся и мы такие вот сейчас поднимаем и все это и все и вот это все наше и мы тут все поднимаем это все здорово это все классно стали вары прям гордятся тем что они стали вары родина гордится с тем что прямо не льют и льют эту сталь один маленький нюанс привод маленький нюанс все эти заводы суе сука строили наши деды наши деды на костях наших дедов наших прадедов построены все эти заводы и они в них работали я в том числе и херачил и зарабатывал стаж. А сейчас все это принадлежит частным лицам. Это частная лавочка. Частная. Вы понимаете, ларек стоит, пивной какой. Ну, сейчас позакрывали все пивные ларьки. Ну, любой там. Красно-белый магазин. Вот это то же самое. Ничем не отличается. И те, кто работают, они также работают на частниках. Там продавцы продают водяру. Здесь сталевары варят сталь для олигархов. Для олигархов никакого отношения к родине все это не имеет. И хер знает, чем вы гордитесь. У вас все украли. У вас, блядь, ничего нет. Вы нищие. Вы и раньше с голой жопой были. Но хотя бы формально это все было ваше. Формально. А сейчас формально даже у нас ни хера ничего нет. У нас все украли. Так что вот, с днем металлургов. Уважаемые голодранцы, которые батрачите, которые в рабстве у наших олигархов. Всем пока. Это были фильтрованные новости от Валерия Форми.